Здравствуйте. Всем огромный привет. Мы очень рады видеть вас на нашем канале. Я Эдуард Маркин, сооснователь компании ADEMS и Владимир Сидоренков, преподаватель Международной Академии Заточки ADEMS. Всем привет. Здравствуйте, Владимир. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы хотим вам рассказать о заточке бытового и садового инструмента на станках ADEMS. Кто нас видит, слышит, подтвердите в чате, что все хорошо видно. А также пишите в комментариях, на что бы вы хотели, чтобы мы обратили внимание при обзоре заточки инструмента. Сегодня вы узнаете и ответите после просмотра данного вебинара, вы ответите для себя на некоторые вопросы. Один из вопросов это, почему выгодно и интересно и прибыльно затачивать бытовой и садовый инструмент. Также, как с помощью станков ADEMS и той части, которая здесь представлена, зарабатывать на этом. Также вы узнаете об технических особенностях в станках, оборотах, о скоростях, если будет кому-то интересно. Ну и увидите весь объем инструмента, мы для вас приготовили, сейчас все покажем, весь объем инструмента, который можно затачить на наших станках. Так, ну что, немножко о нас. Мы компания ADEMS существуем на рынке с 2010 года. Главная наша специализация это производство оборудования, универсального оборудования для заточки инструмента, различного инструмента. Это парикмахерский маникюрный инструмент, садовый, бытовой, медицинский и всевозможные прочие. Вторым направлением нашей компании является, мы открыли Международную академию заточки ADEMS и понимаем, что параллельно с нашими станками должно быть и обучение. Мы заинтересованы в развитии и развиваем рынок профессиональной заточки не только в нашей стране России, но и за рубежом. Итак, еще раз повторюсь, сегодняшнее наше мероприятие посвящено заточке бытового и садового инструмента на станках ADEMS. Итак, Владимир, чтобы, как вы считаете, чтобы получить результат, тот, который вы уже достигли, что нужно заточнику, чтобы затачивать бытовой и садовый инструмент? Ну, в первую очередь, если мы говорим про одну из самых востребованных тематик, это бытовые ножи, после них идут охотничьи, туристические и дальше у нас идут, допустим, бытовые ножницы, хирургические. Вот, то есть, ну, в первую очередь, можно обратить внимание на станок ADEMS TESAR. Вот, то есть, этот станок удобен тем, что у него есть направляющие, куда можно устанавливать держатели, где можно очень быстро менять ленты. Вот, и, соответственно, ну, как бы отчасти в моей мастерской этот станок уже присутствует, ну, соответственно, и мы также на них еще и обучаем. Ну, естественно, это станок ADEMS PRO 2, то есть, опять же, мы уже про него рассказывали, у него есть хорошая особенность, быстрая смена абразива, частотный преобразователь, манипуляторы, держатели, то есть, соответственно, можно устанавливать углы. Ну, соответственно, всеми нами любимый станок FULL DRIVE, то есть, это такая универсальная лошадка, вот, как раз сегодня мы его тоже будем частично использовать, то есть, он нам будет помогать в плане полировки и, ну, как бы микроподвода. Вот, также я научился, и, ну, это будет для кого-то, наверное, такой определенной степени лайфхак, я покажу, как затачивать ножовку по дереву, да, потому что сейчас сезон, сейчас май месяц, и, соответственно, идут люди, дачники, несут очень много инструмента, особенно бытового, то есть, это мотыги, тяпки, лопаты и, в том числе, ножовки по дереву. То есть, это станок, соответственно, GMT-2, он удобен тем, что у него есть регулировка подъема двигателя, соответственно, для, как раз, ножовки это очень хорошо подходит. Ну, и, также, есть вот у нас еще замечательный станок Tanta, это для ручной заточки, я попрошу видеооператора так вот пройтись по всем нашим станкам, то есть, вот, сейчас первый станок у нас это TESAR, потом Tanta, потом вот GMT-2, Full Drive и станок ADEMS PRO-2. То есть, понятно, что каждый станок в своей определенной специализации, ну, точнее, в своей специализации можно на нем выполнить заточку, например, там, полностью всего маникюрного инструмента, да, здесь можно заточить профессионально парикмахерские ножницы, да, здесь маникюрный инструмент, там, на гриндере это можно затачивать топоры, лопаты, но, когда у вас есть ассортимент этих станков в вашей мастерской и ваша фантазия безгранична, вы можете затачивать практически весь садовый и бытовой инструмент, ну, собственно, очень легко. Получается, что один и тот же станок, он предназначен для заточки парикмахерского, например, инструмента Full Drive, но и также с помощью нехитрых манипуляций, приспособлений, навыков, знаний, умений, которые в том числе и мы преподаем в Академии заточки ADEMS, вы можете освоить заточку бытового и садового инструмента. Ну, я прям вот, да, извиняюсь, Эдуард, перебью, то есть, получается, что, например, тот же Full Drive, он удобен именно горизонтальной подаче абразива, то есть, для определенных видов операций, именно для бытового инструмента он очень удобен. Где-то, соответственно, это вертикальная подача. Так, ну, давайте поговорим немножко об организации вообще, вкратце, бизнеса и вообще, как к этому прийти. Если вы определились с открытием мастерской, то нужно пройти несколько этапов, так скажем, при которых ваша мечта или в расширении вашей существующей мастерской может осуществиться. Первое, что вы должны сделать для себя, это определиться с вашими клиентами, определиться в вашем регионе в радиусе 3, 5, 10 километров. Кто все-таки будет больше вам приносить бытовой или садовый инструмент, вдруг возле вас много мясопереработчиков или садовых, ландшафтных компаний каких-то или еще что-то. От этого зависит набор расходных материалов, набор приспособлений, умений, навыков, которые вам нужно освоить. То есть, определиться с целевой аудиторией, определиться с теми людьми, которые вам будут приносить деньги. Конечно же, важно очень для того, чтобы зарабатывать на садовом и бытовом инструменте, не только иметь станки и не только обладать знаниями по заточке. Важно также быть предпринимателем и заниматься этим, уметь продавать свои услуги, уметь презентовать себя и, соответственно, определиться с формой, где вы все это будете делать. В гараже вы будете делать, откройте свою мастерскую или студию по заточке. Также на балконе, как хобби у вас это будет. Любая форма открытия вашего бизнеса, самозанятый ли вы будете человек, любая форма имеет право на существование. Наши станки, они мобильные, они размещаются, для них нужно не очень много места и, соответственно, каждый из вас может открыть свое дело. И с третьим направлением нашей компании работы, это является именно помощь в организации своего именно дела. Мы подсказываем, как выбирать помещение, как выбирать целевую аудиторию и заниматься всем вот этим делать несколько шагов. Так, ну что, почему, вот еще что бы хотелось отметить, почему нужны и важны те люди, заточники, которых рынок мы и развиваем. На сегодняшний день, и Владимир, я думаю, не даст мне слукавить, что нехватка профессиональных заточников, не только в нашем городе Самаре и Тольятти, но и в других городах, она большая. Нету заточников, нету культуры именно заточки там садового бытового инструмента и каждый затачивает, кто как умеет, кто как желает. И очень часто, особенно если дорогой хороший инструмент, очень часто его портят заточники, которые выдают себя заточников, не имея опыта, ни образования, ни понимания. Ну, кроме, конечно, каких-то умельцев, там кувалт, левшей или еще каких-то людей, откровенно гениев, но в целом это ремесло, которое нужно осваивать потихонечку и долго. Итак, напомню, три направления, к которым вы можете обратиться в нашу компанию. Это мы производим станки сами, и поэтому вы можете приобрести у нас их. Второе, это обучиться в Международной Академии Заточки мастерству и стать профессиональным заточником, встать на путь становления профессионального заточника. Ну и третье, мы организовываем курсы, бизнес-курсы по открытию своего дела, бизнеса по заточке, инвестированию, поиску источников финансирования этого дела и все остальное. За этими вопросами вы можете обращаться в нашу компанию. Итак, также мы уже говорили, но еще раз напомним о том, чтобы вы понимали, что каждый заточник при заточке бытового садового любого парикмахерского маникюрного инструмента сталкивается с большим количеством ошибок, с какими-то декими страхами, что у него не получится, что еще как-то. Поверьте, и мы вам даем обещание, что после сегодняшнего вебинара многие страхи ваши уйдут и вы поймете, что не только на станках ADEMS, но и вообще заточка бытового инструмента это выгодно, а также это возможно и это можно спокойно транслировать у себя в радиусе вашей мастерской для своих клиентов. Так, ну и кто досмотрит наш вебинар до конца, кто получит, захочет получить полную информацию, мы подготовили для вас специальное предложение, которое я озвучу в конце данного мероприятия. Ну что, Владимир? Потирай ручки, я уже готов. Инструмента много. Инструмента много, я попрошу наших помощников, если есть пожелания или не пожелания, с чего нам начать, то мы можем выбрать, да, прошу оператора показать весь вот имеющийся у нас сегодня инструмент, который мы готовы для вас затачивать. Вкратце мы можем быстренько все это показать, то есть у нас есть от мелких бытовых инструментов, как бытовые ножницы, далее до крупных секаторов. Есть лопаты, дальше топоры, кусторезы, ножи газонокосилок, очень интересный инструмент, плоскорез называется, ну вот заточка ножей решеток мясорубок, тоже мы это часто говорили, топорики кухонные бытовые, тяпки, что еще. Вот набор инструментов, которые вы можете смотреть и, соответственно, сейчас, если кому-то в большей степени интересно о чем-то, если все проголосуют за какой-то конкретный первый инструмент, который показать, то мы это покажем. Мы должны понимать, что если мы поставим такую цель и мы с Владимиром будем рассказывать вам про все про это, то, наверное, у нас на это уйдет день-два, мы будем стоять и будем 24 часа в сутки рассказывать обо всем этом, потому что информации очень много. Конечно, мы поговорим сегодня о каких-то базовых вещах, базовых вещах, что-то мы покажем, что-то мы не успеем показать. Если вы хотите раскрыться, как стать на уровень профессионала в заточке, то вам нужно обратиться в нашу компанию, в Международную академию заточки АДЭМС, и, соответственно, мы вам уже покажем тонкость нюанса, это не один день, от одного до бесконечности можем вас обучать. Поэтому на такой радостной ноте, мы ее так назовем, мы приступим, наверное, я предлагаю с заточки ножей. Вот у нас вышла обновленная модель с незначительными доработками модель Тесара, на которой мы сегодня и покажем, сейчас покажем заточку бытовых ножей, кухонных, которые вы непосредственно столкнетесь, когда вам начнут принесить клиенты. И если вы будете делать это качественно, соответственно, поток клиентов ваших будет только увеличиваться. Ну что ж, Владимир. Я уже, ну, чтобы не терять нашего времени, подготовил нож, то есть подготовил нож, и, соответственно, для того, чтобы, ну, я имею в виду, я его установил в зажим, и для того, чтобы нам начать его затачивать, нам необходимо проверить угол, ну, как бы угол заострения на сторону. То есть это обычный бытовой нож, соответственно, мы его будем затачивать под углом 20 градусов на сторону. То есть, соответственно, у нас есть электронный угломер, мы его устанавливаем на, сюда, вот на эту площадку, обнуляем, то есть вот у нас нулевой, как бы, да, ноль. И, соответственно, ставлю сюда, то есть здесь 24 градуса, то есть, соответственно, я понимаю, что мне необходимо немножко прослабить, немножко прослабить это все мероприятие. Опа. Вот, и... Давайте я это держу. Да, пожалуйста. Сейчас я прям буквально... То есть здесь вот эта вот дуга, она у нас опускается. Но также еще можно регулировать с помощью гайки, вот этой вот, вверх-вниз. Да, но лучше все-таки это делать именно за счет вот этой вот гаечки, то есть лучше опустить все-таки саму станину, то есть вот эту вот, ну, точнее, вот эту штангу. И таким образом я все-таки стараюсь ее 21. Продержу. Да, 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 чуть-чуть. Сейчас я справляюсь. Я справляюсь сам. 20 градусов. Да, с помощью электронного угломера мы выбираем угол заточки. Да, то есть вот я установил 20 градусов и, соответственно, так как наш станок оснащен частотным преобразователем, я уже ранее настроил вращение от режущей кромки. Установил ленту А65, это лента Трезак, она у нас есть на складе, то есть вы ее можете также у нас заказывать. Но я объясню сразу, что мы при работе с бытовым ножом используем 3 либо 4 ленты, то есть это А100, А60, А30 и А16. То есть, соответственно, если по зернистостям, которые вам привычны, то есть это начиная с П150 и заканчивая П1100. То есть, ну, дальше мы делаем полировку и режущая кромка, ну, соответствует любым ценителям, которые нам пришли с купленными ножами. Да, и вот прежде чем начать заточку, я еще хотел бы добавить такой момент, что наша с вами задача в условиях действующей мастерской зарабатывать на заточке инструмента. Таким образом, мы должны себя посвятить не получению какого-то результата, вернее, результата такого, на который нужно тратить очень много времени. И инструмент нам приносит не очень дорогой, с простой стали, не очень, так скажем, хорошего качества. Ну, простые, ну, бывают и хорошие, нас же, конечно, приносят рестораны, кафе. Таким образом, наша задача заключается в быстрой и качественной заточке с повторением этого качества изо дня в день, которому мы приучаем наших клиентов. И, соответственно, доводить заточку ножа до какого-то идеала и закапываться в этом деле в нашем моменте, в бытовом инструменте, мы не ставим перед собой такую задачу. Не, ну, если человек приходит и говорит, я хочу вам отдать свой нож там и заточите мне его, чтобы режущая кромка резала волос вдоль, ну, естественно, мы это сделаем. Я вам готов заплатить, ну, образно, 5000 рублей. То есть он нам дает, например, сегодняшнюю, ну, образно, да, выручку сегодняшнего дня. Но если мы говорим про бытовые ножи, и человеку достаточно на них работать от начала заточки и до повторного к нам обращения, то есть где-то порядка двух-четырех месяцев, и его это устраивает, и платит он нам всего лишь там 10 рублей за сантиметр. То есть, ну, вот здесь вот, да, длина, ну, я примерно так представляю, там, 18 сантиметров. То есть заточка вот такого ножа стоила бы всего 180 рублей. Человек к нам пришел через 4 месяца, но почему бы и нет. Соответственно, мы уже и, ну, то есть как бы делаем таким образом, чтобы, ну, действительно, как сказал Эдуард, зарабатывать деньги и делать качество. Тем более на этом станке это очень удобно. Сейчас я попрошу так вот немножко, да, чтобы на нашего видеооператора, чтобы было видно и вот эту нижнюю штангу, ну, если это возможно, да, ну, это, естественно, возможно. Да, вот, и, то есть теперь я, ну, как я и сказал ранее, я настроил вращение от режущей кромки, потому что здесь нужно тоже соблюдать технику безопасности. Если вращение будет идти на, и, не дай бог, мы поймаем перекос, да, то есть самого ножа, то есть самой режущей кромки, мы можем просто срезать ленту. Вот, поэтому возможность станка Тесар позволяет ее делать как, ну, вот я сейчас просто нажимаю. То есть здесь в кадре не видно, Владимир сейчас управляет частотным преобразователем, вот, здесь я еще раз покажу, так, чтобы было видно в камеру, вот у нас есть частотный преобразователь, вы можете в мастерской повесить его на стену, присоединить к станку и, соответственно, управлять вращением ленты от себя на себя, аверс, реверс, а также регулируя частоту вращения. Да, ну, в данном случае я сейчас установил 1000 оборотов, то есть, в принципе, этого достаточно, и, опять же, как бы технология заточки, вот при такой, ну, имея в своей мастерской вот такой вот станок, то есть вы понимаете, что вы, ну, сделаете качественную заточку без прижога для, ну, собственно, для режущей кромки, для самого металла. То есть, угол я установил, здесь держатель очень удобный, скольжение идет легкое, и вот таким вот движением мы просто, получается, перекидываем со стороны на сторону, и наша задача выйти на желчень. То есть, вот для... То есть, первой лентой, грубой, мы формируем режущую кромку, да? Да, мы формируем ее... Да, мы формируем саму фаску, и наша задача выйти на режущую кромку. Да. Потому что ножи, которые вам будут приносить, они поступают после самостоятельной заточки, она не всегда качественная, и поэтому нам приходится формировать... Ну, по факту, да, заново мы восстанавливаем геометрию. Да, восстанавливать геометрию. Потому что режущие кромки, как правило, бывают очень сильно вогнуты вовнутрь, просажены, и человек приходит и говорит, мне это нужно исправить. То есть, ну, понятно, что самую грубую работу, допустим, мы можем делать на ленте, там, например, P40, либо P80. То есть, мы исправляем полностью саму геометрию. Ну, вот я вижу, что на режущую кромку я уже вышел, Эдуард. Да, да, я подержал. Вот, я сейчас выключаю и обращаю ваше внимание, что с недавнего времени компания ADEMS сделала очень удобный на магните кожух. То есть, мы его аккуратно снимаем. Теперь мы на себя тянем рычаг. Вот, я немножко тороплюсь. Вытаскиваем ленту, меняем на ту, которая нам необходима. В данном случае я, ну, сразу с P240 прыгаю на P600. В принципе, это нормально. То есть, я сейчас, ну, тем более ленты новые, я сейчас также устанавливаю ту же скорость, да, под 1000 оборотов. И теперь уже избавляюсь от грубой риски раз и, соответственно, уменьшаю сам заусенец. То есть, я уменьшаю и стойкость заусенца за счет того, что грубый заусенец я уже устраняю более мелким зерном ленты. То есть, по факту здесь нужно сделать там 3-4 проводки. То есть, вот я сейчас, допустим, дотрагиваюсь до режущей кромки и я понимаю, что, ну, комнатная температура. То есть, я нисколько не перегреваю сам металл и заточка ножа происходит достаточно быстро. То есть, теперь я уже вот сейчас обработку произвел на абразиве P600. Вот. Соответственно, сейчас устанавливаю абразив P1100. Да, и можно для наших зрителей показать промежуточный какой-то вариант обработки на двух лентах. Ну, здесь, если мы, конечно, наш оператор сможет, нет, Владимир, к сожалению, он резать еще не будет. По той простой причине, что здесь еще торчит достаточно большой заусенец. Вот. Я сейчас взял абразив P1100 и сейчас делаю уже такую прям, ну, по факту, для этого ножа это уже по факту почти полировка. То есть, как бы у нас базовый абразив был P150. То есть, здесь вот если нож... Ну, и мы должны помнить, что доводить до зеркального какого-то блеска, режущую кромку, то не нужно. Да, правильно, Владимир? То есть, нам нужно оставить некую микро пилу, да, с режущей кромкой. Ну, для бытового ножа, да. Чтобы стойкость режущей кромки была выше. Потому что в большинстве случаев у нас происходит работа на кухне, это в протяжку. То есть, ну, редко, когда, допустим, человек, купивший бытовые ножи, ну, как бы недорогие, бюджетные. То есть, вот я даже сейчас, ну, вот так вот делаю, я вот вижу, что все заусенцы практически у меня остались вот на руке. Далее, то, что я делаю, ну, как бы по моему удобству и по моей, как бы, практике. То есть, в моей практике я сейчас нашего видеооператора попрошу приблизиться сюда. То есть, я использую станок Full Drive. То есть, в данном случае здесь сейчас это кожаный круг, но бук, да, кожа. И, соответственно, вращение идет также от режущей кромки. То есть, перед началом эфира я его подготовил и забил, ну, точнее, нанес на него алмазную пасту 1 на 0. То есть, вот таким вот образом, вот, прямо сейчас видно, как заусенец слетает. То есть, круг останавливается. Я вот могу добавить, да, скорости. Ну, и вот таким вот образом, очень аккуратно, очень мягко. Я, ну, уже, скажем так, рука поставлена. Я делаю сейчас я, да, вот если с этой стороны, то есть сейчас, ну, как бы, удобство станка, опять же, Full Drive, у него есть аверс-реверс. И вот, по факту, сейчас, ну, если совсем очень близко приблизить, видно, как заусенец просто такой, как длинной волосинкой, он просто слетает. Вот. Ну, и сейчас заключительная полировка. Ну, мы, конечно, не засекли и время, да, то есть, не брали секундомер. Но, тем не менее, то есть, сколько вот у меня, ну, как бы, эта заточка заняла, ну, может быть, минут 5-7. Да, сейчас вот я беру лист бумаги и, то есть, вот, вы понимаете, то есть, качество, насколько, вот, пожалуйста, вот, ну, можно, если совсем близко, можно положить бумагу на стол, я ее могу порезать вдоль. Вот обычный, простой кухонный нож, то есть, который мы сегодня заточили. Владимир, пожалуйста. Вот, что еще? Еще, есть у нас вот такой вот кухонный топорик. Также я сейчас Эдуарда попрошу, чтобы он мне помог, да, подержать просто само приспособление. Здесь очень удобно, мы легкими движениями откручиваем вот эти вот направляющие. Они у нас смещаются вовнутрь. Эдуард, я давайте сам. Вот, вот, примерно вот так вот они смещаются вовнутрь. Ну, здесь немножко, вот, здесь пришлось приложить усилия, но, тем не менее, просто держатель новый. Естественно, мы понимаем, что допуски здесь идут крайне минимальные. Вот, и теперь я аккуратно, да, вот таким вот образом, ну, здесь облако где-то по толщине 2,5-3 мм, в принципе, можно даже вот так вот поглубже. И, так как у нас, да, адаптирован вот этот держатель от ручной точилки, то есть он у нас дает максимальное качество в плане подвода ножа. То есть это наша, ну, как бы придумка, да, то есть это наш такой именно момент истины. То есть мы вот, изготовив этот станок, придумав вот эту технологию, мы получаем очень хорошее качество. Сейчас я сменю ленту. Ну, и также вот для удобства, когда вы работаете один в мастерской, вы можете в столе просверлить отверстие под этот штифт, ну, и, соответственно, вставлять. Очень удобно. Он будет у вас стоять, и вы можете спокойно это дело устанавливать нож, вымерять расстояние, ну, и, соответственно, все эти вопросы, я думаю, отпадут. Вот, да, я сейчас не буду тратить, опять же, наше драгоценное время, то есть сейчас вот прям буквально прикину одним вращением, то есть какой градус здесь был ранее, но по-хорошему для кухонного топорика я рекомендую угол заточки на сторону 25 градусов. То есть чтобы общий угол... Ленту мы будем менять или мы уже поменяли? Да, я уже поменял, да, я уже поменял ленту, вот, то есть скорость небольшая, да, наш угол, Эдуард, наш угол очень острый все-таки, и я, наверное, прям буквально сейчас потрачу 30 секунд. Опять же, Владимир, я прошу показать нашим зрителям, что регулировка угла осуществляется не только изменением высоты упора, но и гайкой, то есть кому как удобно. Да, вот этот вот винт его можно открутить, я просто его сейчас так хорошо затянул, то есть его настроил, но вы можете также, передвигая его по вот этой вот оси, вы можете изменять угол, но, опять же, обращаю ваше внимание, в том диапазоне, чтобы режущая кромка не выпирала, то есть или не уходила со стани, ну, то есть именно с вот этой вот, вот этого упора. Вот, то есть сейчас я, секунду, опять же, включаю, обнуляю, обнуление, вот, обнулился, и ставлю сюда, то есть у меня получился угол 22,7. Ну, я думаю, что этого будет сейчас достаточно, можно чуть скорость дать побольше, в данном случае, то есть для такой, для более грубой обдирки я беру 1200 оборотов, и сейчас я вот уже по факту понимаю, что я вышел на режущую кромку. То есть скольжение по, да, отлично, я попал прям к тоже пятно контакта, которое у нас и было здесь ранее заточено, то есть по факту мне не придется сейчас долго тратить времени на, ну, для того, чтобы выйти на режущую кромку. То есть, соответственно, мы можем делать протяжку как по прямой, так и вот с таким изгибом, то есть по большому счету высота фаски у нас меняться, ну, практически не будет. Почему? Потому что здесь угол по отношению к ленте, он неизменен за счет того, что есть держатель и есть направляющая, по которой он, соответственно, скользит. Ну, я пока затачиваю, Эдуард, может быть, что-то расскажет о наших, о наших новинках. Если говорить про станок ADEMT TESAR, то прошла небольшая модернизация, где мы добавили в защиту металлический кожух искрогаситель, мы улучшили присоставление для заточки именно ножей, далее мы сделали съемный, съемный кожух на магнитах для вашего безопасности и удобства. Таким образом, также, если вы используете наш станок для обзира заготовок и изготовления ножей, то в нижней части нашего станка имеется отверстие, имеются экраны, которые собирают всю грязь и сыпятся в подставленное вами ведро, чашку или еще какие-то вещи. Прошу обратить внимание, что смена ленты осуществляется очень быстро и не требует дополнительной до настройки перехода. Может это произойти, если может убегать лента только в том случае, если разные производители. С этим может быть, просто под каждого производителя нужно поднастроиться. И если у вас другой производитель, в отличие от этого, то лента может не убегать, потому что это разные, скорее всего, производственные технологические какие-то возможности производителей. Ну и таким образом нужно адаптироваться под это дело. Также скажу, что, еще раз повторюсь, тема нашего сегодняшнего, нашей встречи, именно заточка парикмахерского, садового, бытового инструмента. Я могу долго говорить и про парикмахерский инструмент. Таким образом, мы начали сегодня с заточки именно бытовых ножей, которых вам принесут, ну это довольно-таки много вам будет приносить. Вот на сегодняшний день, у нас весна, у нас май, начинается садовый период, садовый дачный период, при котором вам принесут этот инструмент. И вы должны быть готовы к этому, готовы к тому, чтобы клиенту предложить весь спектр-услуг. И для этого вам необходимо иметь у себя технологии, представления и заранее быть подготовленным. Вы можете обратиться в нашу компанию в подборе оборудования, и наши менеджеры с удовольствием вам расскажут и покажут, что и зачем, и как нам нужны наши станки. Ну вот я дошел уже до ленты, до абразива P1100. Сейчас также я произведу устранение заусенца на коже. Ну вот чем мне удобен станок Full Drive, тем то, что я легко могу, во-первых, менять аверс-реверс. Я оператора нашего еще раз попрошу, чтобы... Во-первых, аверс-реверс, и во-вторых, это плоскость, получается горизонталь. И устранять заусенец, то есть вот именно работать на его устранение. Здесь очень, ну прям вот просто удобно. То есть, во-первых, я вижу, как заусенец слетает. И, во-вторых, я также могу... Во-вторых, я также могу регулировать еще и обороты. То есть, если мне нужно вот прям совсем добиться... Пока Владимир готовит инструмент к финальному тестированию, мы... Я хочу сказать вам, что данный станок имеет преимущество, неоспоримое это в том, что у него снимается, снимается вот такой вот диск, и сюда устанавливается любой, 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 любого размера диаметра диска. Можно сюда приклеивать абразивный материал, кожу и все, что угодно. Ну вот кухонный топорик. Опять же, для кухонного топорика я режу бумагу. Вот, то есть, соответственно, вот оно происходит рез. Достаточно хороший. Угол заточки 22,7 на сторону. Ну, то есть, как бы стойкость ее будет достаточно хорошая. То есть, это быстро и качественно. Рубка? Рубка костей, да? Рубка, да, рубка костей. Вот, то есть, ну, что еще можно сейчас прям сразу быстро с ходу? Я готов показать, как затачивается топор, как затачивается лопата и нож для газонокосилки. То есть, я также все не отхожу от круга, от станка Тесар. Ну да, мы сейчас перемещаемся уже от мясопереработки, разделки продуктов. Мы перемещаемся именно в садовый сегмент. Это дачники, огородники, ландшафтные компании по ландшафтному дизайну, которые используют всевозможный садовый инструмент. Садовый инструмент, еще раз повторюсь, к ним относятся кусторезы, которые мы можем затачивать. Вот, далее, газона, ножи газонокосилок. Тяпки, плоскорезы, секаторы. Итак, Владимир, с чего мы продолжим? Стопорак? Да. Самый узнаваемый, самый распространенный рубящий инструмент. Стопор. Конечно, вы должны понимать, для каких целей вам топор. И когда вы приходите на заточку, желательно, чтобы вы говорили о том, что вам им проводить какие-то слесарные работы, или столярные. Либо вы будете использовать его как в виде колуна, либо будете использовать его как какой-то универсальный инструмент для разных задач. Таким образом, мастер должен подобрать именно форму режущей кромки, необходимую под ваши задачи. То есть, это либо колуна, либо более такой острый угол. Ну, так как это обычный простой садовый топор, ну, то есть, именно для таких, для простых работ, для рубки пеньков, да, то есть, там, деревьев. То есть, я вам покажу, как я это делаю вручную. То есть, соответственно, вращение идет, в данном случае, против часовой. То есть, я вот так вот наклоняю. И вот таким вот движением, собственно, я, ну, можно чуть-чуть добавить скорости. Вот. То есть, ну, кто-то задаст вопрос, а почему вы это делаете вручную? Ну, в силу того, что это скорость. И, ну, опять же, рука поставлена с точки зрения того, что я вижу, ну, как бы углы соприкосновения, то есть, подводу, да, непосредственно к самому, к самой вере. Соответственно, я сейчас делаю угол одинаковый. Субтитры сделал DimaTorzok. Причем для ручной заточки, вот именно заточка топора, ну, то есть, для подвода вручную, желательно, ну, я обычно прошу, чтобы не снимали топорище, потому что это очень удобно. Само вот именно удержание. Субтитры сделал DimaTorzok. И, кстати, к станку Full Drive, я специально сделал заготовку из абразива оксид алюминия P1000. Так, чтобы наши клиенты видели, друзья наши, на канале, и мы вот так вот немножко в бок повернем. Да. Сейчас центр поймаю. Эх, специально не стал прорезать. Наверное, попаду сегодня к концу вебинара. Это я выбрал не тот, этот. Итак, мы сейчас используем технологию, пока Владимир настраивает станок, мы используем технологию именно заточки на двух станках. Первый станок у нас использовался для формирования режущей кромки, да, формирования. Ну, самого подвода, то есть вот я его сделал, я вышел на режущую кромку, получил достаточно грубый заусенец, а сейчас я просто с помощью абразива P1000 сделаю микроподвод. Вот, и это очень удобно, то есть вот прям такое легкое касание с изменением угла немножко в тупизну, то есть я как раз прорабатываю сейчас исключительно режущую кромку. Вот, заусенец не факт, что он там, например, слетает, но получается, что он становится достаточно таким легкоподдаваемым для того, что бы, а нет, вот он прям по второму разу, он как бы слетел. То есть поддаваем им для того, чтобы я его вот мог просто убрать пальцем, вот. И здесь получается, то есть, ну, такая как бы заточка, подвод, то есть основной, да, и микроподвод. Причем основной базис я сделал на абразиве P60 и сразу перепрыгнул на P1000. Владимир, а мы можем затачивать и все выполнить операции на одном станке TESAR? Да, конечно, можно сменить ленту, также поставить абразив P1000 туда и, в принципе, это сделать, но я настолько вот уже привык к станку Full Drive. То есть это ваше уже направление технологии, по которой вы работаете, и вам так просто удобно. Но если вы имеете всего лишь один станок ADEMS TESAR у себя в мастерской, на нем вполне возможно затачивать топоры и садовый инструмент, не имея Full Drive. Да, 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 то есть вот он, ну, я сейчас, вот, то есть он сейчас режет бумагу, прорезает. Вот, ну, опять же, для того, чтобы, ну, как сказать, что заточка закончена... Да, можно показать просто, какая получилась у нас режущая кромка, и если бы у нас было побольше времени, и мы бы просто больше постарались, выводили бы... Ну, я просто заполировал получше. Если вы не смотрите высоту, то даже внешний вид той режущей кромки, тот внешний вид, который вы отдаете инструмент, уже вызывает у вашего клиента удовольствие, и, соответственно, он доверяет вам как профессионал. Да, конечно. Итак, топор заточен, я думаю, с дачными, садовыми лобками он справится. Ну, я бы хотел еще показать, как делать лопату и газонокосилку. Вот можно лопату эту? Да, лопата. У нас представлена лопата обычная, малая, так называемая, саперная лопата, которая, ну, не сильно отличается от обычной штыковой лопаты садовой. Да, единственный момент, как бы, ну, может быть, немногие знают, что садовая лопата затачивается именно вот с этой вот передней поверхности, именно с нее, а не по задней. Почему? Потому что, когда происходит капок, земля у нас вылетает вперед, поэтому, ну, это как... И не двухсторонняя, да? Да, не двухсторонняя. То есть, почему? Потому что, ну, это так же, как вот я затачиваю ножи для сушистов, и, например, человек приходит и говорит, мне нужно сделать заточку только под правую руку и одностороннюю. Соответственно, я делаю, ну, если мы смотрим с обуха, да, относительно обуха, то я делаю заточку с правой стороны. Соответственно, когда он производит рез суши, то они слетают больше, как говорится, в правую сторону. Как вот, то есть, опять же, лопату мы берем в руки, то есть, я ставлю обороты 1200, и вот таким вот... то есть, перекидываю просто лопату с одной, и вот так вот, и вот так вот, и вот так вот. Ну, соответственно, вот, получился сейчас, ну, здесь просто есть еще, ну, как бы, пила. Вот, то есть, сейчас получилось, я вышел на режущую кромку, ну, то есть, получил заусенец, то есть, его можно снять оселком, либо просто продолжить, как бы, смену лент и добиться зеркальной поверхности. Но, опять же, когда к нам приходит, там, бабушка, дедушка или человек, который просто хочет производить именно работу, копать землю на даче, то, ну, можно закончить, там, на абразиве максимум, там, ну, P240, собственно, даже если мелкая какая-то заусенец остается, при первом же копке, то есть, эти все заусенцы слетят. То есть, мы даем возможность человеку, ну, там, образно, за 50-100 рублей получить рабочий инструмент, да, то есть, мы не делаем какую-то идеальную... И получается, что если вы расположите к себе клиента, то клиент вам может принести 3, 5, 7 инструментов, на котором можно заработать по 50-150 рублей, ну, вот, считайте, умножайте вот это количество, которое за буквально 30-40 минут мы можем сделать, да? У меня сейчас клиенты... У меня сейчас клиенты... У меня сейчас клиенты приносят инструменты где-то на, там, ну, я не знаю, там, на 1000 рублей. Это только, там, несколько лопат, несколько мотык, там, да, и всего остального, причем это все на гриндере, вот, ну, на ленточном станке. То есть, это такой спектр, так скажем, может быть, недооцененный, наверное, да, и многие клиенты, обращаясь, проходя обучение в Академии Заточки, они, для них это новый спектр услуг, о котором они не знали. Соответственно, мы им показываем, что вот еще одна возможность зарабатывать деньги. Это не только парикмахерские ножницы и маникюрный инструмент. Сейчас, сейчас мне вот в руки, ну, я взял нож для газонокосилки, вот, и я вижу то, что, ну, допустим, вот это сейчас вся ручная, на шлифовальном, ну, на ленточном станке работа, немного для него будет грубовато, поэтому я сейчас перебегу к станку Адемс ПРО-2. Вот, Володю попрошу нашего помощника дать мне стул. Вот, и я бы хотел все-таки именно продемонстрировать заточку на этом станке. Почему? Потому что здесь я могу установить угол заточки, и он будет равен 60 градусам. То есть вот я просто... Пока Владимир настраивает станок, мне бы хотелось вкратце быстро очень рассказать об этом станке. Станок Адемс ПРО-2 является продолжением нашего бестселлера станка Адемс ПРО. Это усовершенствованная модель, она заключается в том, что усовершенствование заключается в более мощном двигателе, круги на 150 миллиметров диаметр, возможность имеется подключение частотного преобразователя, и, соответственно, потенциал данного станка заключается не только в заточке ножей и ножниц, но и мы здесь можем делать хонингование парикмахерских ножниц, заточку маникюрного инструмента и полировку, и также при наличии круга для микронасечки, соответственно, выполнять нанесение микронасечки на парикмахерские ножницы. Но сейчас мы выполняем заточку нажатой газонокосилки на станке Адемс ПРО-2. То есть абразив здесь установлен сейчас в данном случае электрокорунт зерно F180, обороты я, ну, в данном случае сейчас поставил 2,280, и вот таким вот движением... То есть сейчас нашего оператора также попрошу подойти поближе, чтобы было видно. Да, все хорошо видно. То есть здесь вот буквально будет там несколько, ну, может быть, десяток проводок, и я уже выхожу на режущую кромку, и все мы понимаем, что нож для газонокосилки, он, ну, настолько, ну, как это сказать по-русски, настолько дубовый, ну, в плане того, что снимать здесь заусенец, ну, можно этого и не делать. Потому что, опять же, при первом же там вращении, при проходе там одного метра скошенной травы, от этого заусенца ничего не останется, но режущая кромка уже будет работать именно не на смахивание травы, не на ее излом, а именно на подрезание этой травы. Тем более, опять же, не исключены вероятности того, что попадется и камень, и может железка быть воткнутая в землю. Вот, и еще такой момент, то есть мне задавали вот недавно вопрос, ну, вот идеальная, как бы, да, ну, видно идеально фаска, ровная. Да, вот вы покажите предыдущую режущую кромку. Вот она, она сделана на нескольких, она сделана, да, на нескольких, точнее, на станке здесь несколько поверхностей, ну, такие вот переходы, заломы, ребра, и вот наша кромочка, то есть она, ну, фаска, точнее, она идеальная, то есть, ну, вывели режущую, вышли на режущую кромку. Так вот, хотел просто еще такой момент сказать, просто некоторые, ну, скажем так, пользователи газонокосилок задают вопрос, а нужно ли делать развесовку? Я вам скажу, нет. Почему? Потому что, ну, в данном случае я не делаю развесовки по той простой причине, что съем металла, он примерно одинаков, и нарушив, ну, как бы, вес одного края по отношению к другому. В несколько граммов. Да. Незначительный, скорее всего, да? Ну, на какой-то, на один грамм, да, это незначительно. Вот, а здесь я могу просто сказать, если вдруг был пойман камень или какая-то, ну, жесткая поверхность, то есть нужно обратить, и газонокосилка начинает трясти, то нужно обратить именно на, уже не на сам нож, и не на его развесовку, а нужно обратить на саму ось. Потому что, как правило, если нет переходника, который спасает ось от поломки, либо, ну, то есть, чтобы она погнулась, то будет формата ось, и здесь либо замена двигателя, либо будете пользоваться тем, чем есть. Поэтому, как бы, грешить на то, что мы не затачиваем, или там снимаем огромное количество металла, я вот здесь-то просто говорю, что этого не происходит. Поэтому, вот такой вот заточки достаточно для того, чтобы газонокосилка работала, ну, и за такую работу мы берем от 150 рублей. Ну, получается, по 75 рублей на сторону. Тоже очень недорогой, такой бюджетный вариант заточки. Ну, так как здесь была, вот эта сторона сильнее повреждена, я ей сейчас секунд на 30 отдам времени больше, нежели чем в той стороне. Угол один и тот же, количество металла будет снято, ну, фактически тоже. Ну, вот не вышел я на вершину самой вот этой фаски, то есть здесь можно, конечно, сейчас, ну, еще одну минуту я... Пока Владимир доводит инструмент до идеального состояния или около идеального, к нам поступил вопрос по поводу доли заточки бытового и садового инструмента в мастер-стойке. Напомню, Владимир Сидоренко является преподавателем нашей международной академии заточки. Также он является предпринимателем, у которого есть студия заточки АДЭМ в городе Самары, в которой он оказывает коммерческую заточку уже не первый год. И уже открываем, уже не первое предприятие. Поэтому опыт в этом деле и в соотношении инструментов у него уже есть, есть определенная статистика. Так вот, мы рассматривали статистику за последние два года. Аккуратно. Два года. И увидели, что во-первых, садовый инструмент это сезонная работа. Естественно, у него есть спады и подъемы. Сейчас, как раз напомню, май. И это самый-самый горячий период по заточке инструмента. Например, вот реально сегодня в условиях пандемии не все могут выйти. Очень бывает у парикмахеров в маникюрче с малой работы. Но сельскохозяйственные работы они не заканчиваются. И люди сейчас вот сегодня несут основное это вот 90-100% это именно садовый бытовой инструмент. Даже больше садового инструмента. Если говорить в общей доле и разделить это на весь год, то в среднем это где-то от 35 до 50% всего инструмента, который затачивает индивидуальный предприниматель Владимир Сидаренко. Я правильно? Да. Итак, вот мы показываем, как мы заточили нож. Вот этот нож для газонокосилки, я думаю, что он с завода не был так хорошо заточен. Поэтому или кто-то пытался проявить свои заточные, так скажем, заточное мастерство в ручной заточке, которая, конечно, от станочной заточки далека от нашего результата. Итак, нож для газонокосилки. Времени на это нужно при сноровке 10 минут при батонном инструменте заработать на этом, Владимир, сколько можно? Ну, мы берем от 150 рублей до 300 в зависимости от степени износа. Степень износа, глубина каких-то забоев и все остальное. Итак, 150-300 рублей с одного ножа. Время 10 минут. Я просто сейчас нахожусь около станка DEMS PRO 2, то есть мы опять же вернемся на TESAR и задействуем Full Drive. Сейчас вот я увидел, то есть наши коллеги, ребята, кто нам сейчас помогает, то есть подготовили ножницы, то есть я вот беру обычное полотно, то есть это ткань, и соответственно вот вам показываю на примере то, что оно не режет. Вот, это обычные такие советские ножницы, слава богу задняя поверхность не повреждена, то есть я даже вижу, что ее здесь пытались полирнуть, отшлифовать, но тем не менее для того, чтобы затачивать бытовые ножницы достаточно заточки по передней поверхности и потом просто обычного механического срезания того заусенца, который выходит в сторону задней поверхности. То есть также сейчас станок... Итак, Владимир, я прошу немножко дать мне времени и я покажу нашим уважаемым зрителям, что станок ADEMS PRO или PRO2 оснащается вот таким вот держателем, держателем для заточки ножей и ножниц. Ножи также бытовые, можно с прямым профилем режущей кромки заточить. На данном образце, на данном держателе имеется шкала. если вы хотите выставить определенный угол, вы можете воспользоваться шкалой для выставления угла режущей кромки бытовых ножниц. Это же не только бытовые ножницы могут быть, но и бывают партнерские ножницы, профессиональные ножницы, на которых нужно выставить определенный угол и в него желательно попасть, чтобы не испортить ножницы. Но я думаю, что для бытовых ножниц какой-то там есть универсальный угол, под который можно... В данном случае я вижу, что здесь родной угол, тот, который был, назовем его предыдущей заточкой, это где-то градусов 80, я сейчас установлю 70 градусов и моя задача выйти на режущую кромку, да, наш видеооператор показывает, выйти на режущую кромку и убрать выработку. То есть вот таким вот образом я сейчас это относительно быстро делаю. опять же быстрота и скорость и скажущая простота заточки это в умел в руках, конечно. Здесь нужно следить за прижимом, следить за траекторией движения, следить за временем, когда нужно остановиться сделать эту заточку, не сжечь и режущую кромку. Это все конечно приходит с годами, с опытом, ну и также для того, чтобы все это быстро освоить, вы можете обратиться в нашу компанию, в Академии заточки, которым передадим вам весь этот опыт. Чтобы все-таки ускорить процесс, я меняю угол на 75, потому что 70 оказался для предыдущего предыдущего угла заострения более острый. Сейчас я просто хочу сказать динамику исправления. То есть вот применение манипулятора трехколенного держателя, частотного преобразователя и вот этого механизированного способа заточки позволяет нам сделать это очень быстро. И соответственно вашим конкурентным преимуществом может вступать в то, что вы делаете это недорого, не тратя на это много времени и постоянно зарабатывать. И я хочу заметить то, что мы ни в коем случае не призываем к тому, что делаем мы все очень быстро и некачественно. Мы наоборот делаем все очень, ну стараемся делать все быстро и максимально качественно для конкретных работ. То есть если это клиент работает с бумагой, с картоном, ну максимум он использует для резки картона и ткани в один слой, то допустим тех же самых градусов относительно вот сейчас, которые я заточку делаю, это 70-75 градусов. То есть я уже сделал выход на режущую кромку, устранил выработку, которая образовалась со временем и вот сейчас затягиваю опять уже второе полотно перевернул, то есть сейчас буду делать заточку второго полотна. потому что клиенты приходят, приносят ножницы и они говорят, нам нужно это сделать 10-15 минут, мы ждать не можем, оставлять, мы не катим, ну и соответственно вот мы можем себе позволить ответить их требования, то есть мы это вот 10-15 минут и влажнице готовы. Ну, конечно же... Я так понимаю, у нас пока нету, У нас все проблемы. со звуком? Пока звука нету. Звука нету, может быть и есть, поэтому если нас видно, слышно или не видно или не слышно, мы, уважаемые наши зрители, пишите в чат и наши помощники отреагируют очень быстро. Мы можем увлечься заточкой и соответственно забыть что-то не было. и так напомню, мы затачиваем простые бытовые домашние ножницы, которые строятся в заточке сколько в один с вашим целью стоить? Ну, мы за эту работу взяли бы 150 рублей. 150 рублей заточка ножниц очень старых, древних, которые в начале нашего теста они не резали и соответственно но после нашей заточки я думаю они еще очень долго будут служить у своих хозяев и приносить пользу. И как видите в реальном времени мы заточили эти ножницы буквально за 5-10 минут зависит от степени убитости этих инструментов. Здесь конечно задняя поверхность все-таки как я сказал ранее якобы не пострадала но здесь пострадал изгиб полотна то есть конечно здесь нужно посидеть их порихтовать но я сейчас пытаюсь но в целом настроить сама заточка была произведена можно показать то качество режущей кромки которое у нас получилось да то есть вот у нас фасочка сейчас блестит покажем выход на режущую кромку произошел получился внешний вид вот то есть это обратите внимание это ровная ровно режущая кромка по всей длине без каких-то перевалов переходов переступов вот сейчас я показываю рез то есть вершина немножко она сильнее всего пострадала то есть здесь либо нужно будет заглубляться за выработку либо делать рихтовку либо подгибку но сам факт того что они стали резать вот я вам показываю то есть до начала они не резали вот то есть у нас есть примерно похожие ножницы но опять же мы на них не будем тратить время они примерно такие же то есть канцелярские ножницы мы тоже убираем я сейчас хочу ну как бы сделать акцент на заточке они были раскручены на заточке секаторов вот то есть да я их подготовил то есть вот таким вот образом они разбираются и здесь вот вот это серповидное полотно имеет заводскую такую насечку очень грубую то есть соответственно мы это полотно не трогаем то есть наша задача именно заточить вот вот такое полотно с выпуклой режущей кромкой такой вам ну скажем так совет лайфхак и ну вообще то что я объясняю и говорю мы располагаем именно вот таким вот образом само полотно да давайте еще раз покажем после закрепления покажем нашим зрителям вот таким вот образом то есть у нас получается режущая кромка она должна была должна быть расположена в горизонте то есть вершина с нижней частью режущей кромки она должна быть в одном горизонте для чего для того чтобы высота фаски осталась неизменной вот ну и сейчас естественно я подбираю угол заострения то есть вот сейчас прогоняю это у нас 60 55 50 и для контроля режущей кромки вы можете использовать фломастер аж 35 да маркер естественно мы используем но в данном случае сейчас 35 градусов угол заострения ну то есть тот который был задан заводом производителем я в него сейчас по факту попадаю и вот таким вот движением то есть как бы округлым мы это все исполняем вот то есть при таком расположении вот этого вот полотна мы получим однородной высоты фаску красивую вот и соответственно наша задача также выйти на режущую кромку ну для чистоты заточки мы можем конечно и на плоскости расположив заднюю поверхность полотна устранить заусенец но на самом деле как показывает практика при ну после смыкания опять же заусенец сам слетает тем более мы говорим о том что мы работаем с очень плотными материалами а именно с сучками ветками деревьев вот я сейчас попал в то же самое пятно контакта то есть вот у нас сейчас видеооператор покажет что оно идентичное тому что было вот вот извиняюсь то есть сейчас я прям очень аккуратно напомните каким абразивом вы пользуетесь абразив это электрокорунд 25А то есть это электрокорунд белый зерно F180 все у нас этот это полотно готово то есть нам остается только взять и собрать собрать сам секатор извиняюсь да здесь нужно обязательно понимать то есть как попасть вот в этот квадрат потом это все затягивается очень аккуратно ну и собственно мы устанавливаем в обратку пружину вот то есть здесь ну как бы к сожалению ветку я не принес но поверьте мне работать они будут идеально вот этот секатор он очень интересный да вот сейчас его Эдуард держит я его тоже перед началом да что же у меня все падает да то есть я вот хотел сакцентировать вот этот вот момент на вот этом вот секаторе ну то есть вот это полотно мы сейчас только что затачивали мы да только что его затачивали у нас есть вот такое вот полотно в виде серпа крестовой отверточку можно если есть спасибо вот сейчас я расслабляю вот этот вот винт я подготовил ну специальный ну точнее не то чтобы специальный круг а в свое время я очень часто ну скажем так периодически портил профиль белого электрокорунда и в конце концов меня это все достало и я приобрел вот такой вот себе алмазный круг то есть по большому счету это также можно заказать через компанию адемс то есть ну если необходимость ваших секатор ну точнее появление секаторов в вашей мастерской возникнет такой круг здесь профиль какой он 1 фф1 вот то есть зерно 100 на 80 то есть я его заказал и собственно почему потому что вы видите какая здесь вогнутая поверхность то есть ни один круг с прямым профилем сюда не зайдет вот то есть поэтому либо вы будете каждый раз электрокорунд править алмазной шарошкой либо вот можно заказать такой вот замечательный круг то есть тех кого это заинтересовало вы можете связаться с менеджерами компании адемс и они вам ну уточнят то есть цену на этот круг вот зерно да еще раз 100 на 80 сейчас я ставлю угол заточки делаю 85 градусов и вот у меня здесь как раз нанесен маркер то есть сейчас постараемся попасть в это пятно контакта причем обратите внимание опять же удобство станка демс про 2 заключается в том что я могу ну как бы установив круг на профикс да у меня могут круги там стоять как говорится в рядок и мы будем да ну вот здесь единственный момент биение по передней поверхности к сожалению я убрать не могу но для этой работы да для этой работы меня это биение нисколько не пугает почему потому что это все ну то есть я это не держу в руках это все с помощью держателя поэтому достичь результата по формированию именно паски по формированию передней поверхности достаточно легко причем я проникаю в самые ну скажем так прохожу все самые изгибы то есть фасочка вот она все она сформирована готова я вышел на режущую кромку появился легкий заусенец то есть мне достаточно теперь заточить только вот это вот полотно с выгнутой режущей кромкой и соответственно секатор будет заточен вот поэтому опять же показал именно удобства станка и его возможностей ну и соответственно возможности держателя и манипулятора идем дальше Владимир я бы хотел вам предложить заточить очень интересный инструмент который умеет затачивать я думаю любой любой садовод у себя на даче и делает это самостоятельно называется он ножовка по дереву ножовка по дереву где мы покажем как с помощью наших станков нашего опыта и наших технологий мы как быстро ну наверное все понимают затачивать вручную ножовку это довольно таки сложно и муторно нужно взять напильник трехгран и каждую сторону каждого зубца сидеть и релаксировать ну довольно таки длительное время на примере вот обычной садовой ножовки по дереву мы покажем ряд всю заточку делать не будем но какую-то часть покажем покажем как непосредственно это делать и хотим обратить внимание что заточка именно с предприменением станков становится не мучением а упрощением и соответственно заработком ну скорость скорость маэстро прошу сейчас да я вот установил опять же подготовил на станок станок адемс GMT2 вот такой вот замечательный круг градус здесь идет 35 градусов общего угла соответственно и поднял движок на самый самый верх для чего для того чтобы я когда буду именно опускать ножовку протачивая каждую одну из сторон зуба чтобы она у меня как раз не уперлась в сам стол но даже если она у меня и упрется я могу его немножко сдвинуть чуть-чуть на край но это очень удобно и дальше потом я сделаю то есть один прогон по одной стороне зуба сделаю переворот сделаю прогон по другой стороне круга и круг перекидывая на другую сторону двигателя то есть соответственно я сделаю заточку по всем четырем сторонам этого круга вот да сейчас Эдуард вы хотите показать перед началом заточки смотрите у нас есть два варианта заточки для тех кто не уверен в своей так скажем боится или переживает за повторение угла недостаточно опыта мы сейчас заканчиваем доработку вот такого стола который крепится вот на этот вот на вот эту направляющую на каретку для чего он нужен когда вы устанавливаете угол на заточке зуба вы поворачиваете столик именно так как вам нужно и соответственно проводя по давайте схематично покажем проводя по вот этому опорному столику вы гарантируете соблюдение угла по всей на всех зубьях на всех зубьях вот Владимир уже заточил не первую тысячу ножовок ему данный не нужен столик и он вам покажет на круге специальный круг который он уже презентовал ну я выберу сейчас там например раз два три четыре пять шесть ну штук шесть зубьев и как бы техника заключается в следующем то есть вот мы берем настраиваем подсветку то есть выбираем именно ту сторону которую необходимо затачивать увеличиваем скорость здесь можно смело оснащен частотным преобразователем да смело 1700 оборотов и вот так вот мягко алмаз делает свою работу исправно то есть вот я вижу что я вышел на режущую кромку и просто перекидываю через зуб то есть вы уже поняли да для чего мне нужно будет потом еще раз на этой стороне зеркально перевернуть и потом соответственно убрать этот круг переместить на другую сторону на другую сторону дверца то есть вот таким вот образом протачивается очередной зуб причем выработка и все повреждения просто махом уходят вот это вот опять же лайфхак для тех кто ранее ну скажем так не использовал свой GNT2 если он у вас уже есть качество заточки получается просто очень очень хорошее хотел вырубаться матом но понимаю что в прямом эфире нас смотрит вся страна поэтому сказал очень хорошее вот но я думаю достаточно то есть дальше я переворачиваю опять же саму сейчас я посмотрю с какого зуба я начал то есть вот да я начал вот с этого зуба соответственно я переворачиваю делаю одну сторону уже соседнего зуба причем я говорю обращаю ваше внимание что алмаз достаточно быстро снимает но здесь мы видим что крупная ячейка и соответственно мне приходится делать по ну то есть затачивать одну сторону одного зуба да но когда ячейка более допустим мелкая то я могу ну так как здесь угловая я могу протачивать сразу две стороны ну по одной стороне двух зубьев поэтому иногда еще быстрее происходит сама в себе заточка вот то есть далее опять мы прогоняем очередную сторону ну соответственно следующий зуб и да это будет заключительный зуб ну просто я выбрал определенное количество зубьев и потом на контрасте вы увидите насколько ножовка подсела и как замечательно она будет выглядеть то есть мы сейчас выключаем станок я сейчас Эдуарда попрошу чтобы он мне помог чуть-чуть его развернуть да на себя и вот так да чтобы сейчас было видно еще вот сейчас было видно вот эту сторону я сейчас меняю достаточно быстро видите какие у меня сильные руки я открутил сразу гайку вот здесь мне приходится ключ использовать и мы сейчас что сделали мы алмазный круг с установленным профиксом сняли для удобства чтобы вам было видно можно было делать может быть с одной стороны но мы переставили один круг этот же с левой круг с левой стороны на правую сторону и заметьте когда мы устанавливаем алмазный круг в нашей разработанном оправке профикс то биение отсутствует ну практически там может быть если и будет какой-то минимально да я хочу сразу оговориться и предупредить вас о следующем если вы работаете на одной стороне и с другой стороны сняли круг то есть вероятность того что со временем это приведет к расцентровке возможно осей то есть у меня такая тема происходила поэтому предупреждаю поэтому если вы сняли с одной стороны то пожалуйста верните туда этот ну допустим в данном случае это алюминиевый круг с магнитом то есть затянули его затянули этот вот и соответственно он теперь очень быстро и абсолютно также идентично готов к той работе которую я выполнял все теперь получается вот эти шесть зубьев которые я выбрал на этой стороне я уже их закончу то есть я также беру нахожу откуда я начал вот откуда я начал вот и соответственно так же я то есть обороты небольшие зубья не прижигаются ну прижим естественно я чувствую то есть вот я вышел на режущую кромку соответственно закончил взял следующий зуб вопрос сколько мы берем за эту работу господа от 300 рублей заметьте ну скажем так сахдеповских ножовок поверьте мне в каждом городе очень много и некоторые люди приходят и приносят их как раритет и для них знаете иногда стоимость заточки ну для кого-то просто не важна то есть человек говорит да я хочу чтобы вы мне это заточили то есть все я сейчас переворачиваю и у меня идет заключительная проточка уже той стороны зуба которую я ну собственно не трогал так сейчас секунду я ее найду вот она да все впереди я заточка мы можем даже выровнять высоту зубий Причем достаточно, ну, относительно легко это происходит, потому что заход идет по всей длине. Мы видим, когда происходит выход на вершину, и, собственно, когда заканчивается заточка, то я очень часто заметил, что зуби по высоте выравниваются. Ну, стараясь как бы заглубиться или, наоборот, просто пройти по всей... И вот, ну, один из последних зубов, которые, собственно, сегодня нужно было заточить. То есть сейчас вот на контрасте будет очень видно хорошо качество заточки. Ну, и опять же, не забывайте то, что на каждый зуб, у каждого зуба две стороны, 4 переворота, и, соответственно, по времени это, конечно, занимает определенное количество. И, то есть, ну, как бы цена, я думаю, что 300 рублей, это такая относительно. Вот, я показываю, если наш оператор сейчас сможет, ну, как бы, показать. То есть, ну, Эдуард, вот оцените сами, как бы, работу. То есть, видно, что вершина стала, зубы максимально острые, и грани... Да, да, ножовка выглядит как новая, зубья все обновлены. Если бы не следы ржавчины или какого-то дерева, то, наверное, мы бы приняли ее за новую. Ну, услуга по зачистке у нас в мастерской тоже существует, мы предлагаем это, но, опять же, там... Это довольно-таки очень хороший и качественный результат. Думаю, что клиенты будут очень довольны. Ну вот. Итак, Владимир, спасибо вам за то, что вы показали заточку различного инструмента на наших станках ADEMS. Вот, за консультацией, за обучением, за разъяснением каких-то технологических моментов по заточке. Вы всегда можете обратиться к Владимиру Сидоренкову, и, соответственно, он уже порекомендует подбор оборудования, технологию, и, соответственно, поможет определиться с вам с формированием станков для вашей заточной мастерской. Я быстренько покажу, уже не затачивая, я быстренько покажу инструменты, которые мы, ввиду отсутствия времени, не показали. Первое. Значит, для станка ADEMS TESAR у нас есть приспособление для заточки ножей электрофуганков и обычных рубанков. Значит, данное приспособление на ленте затачивает режущую кромку. Да, нужна определенная сноровка, определенный опыт, но решение данных деревообрабатывающих инструментов возможно... На самом деле, Эдуард, я вам просто, ну, как бы сейчас перебью вас и скажу о том, что сноровка-то в том-то и дело, что вот удобство станка ADEMS TESAR заключается таким образом, что вот я сейчас вставлю угол 45 градусов, ну, я думаю, что мы потратим, да, сейчас уделим время нашим... Так, хорошо. ...нашим ребятам, мы просто покажем, да, то есть какая есть интересная штука сделанная. Вот. Хорошо. То есть, да, здесь сейчас угол у нас идет, да, то есть это все вот так вот достаточно быстро закладывается. Я уже подготовил данный нож, я его укрепил, ну, то есть чтобы... Здесь его длина 150, здесь, по-моему, насколько я помню, позволяет, ну, честно говоря, вот мы сейчас сделали для, ну, такого для миксера, ну, типа как дробилка, да, то есть идет вал деревьев, туда закидывается пенек, и от него образовывается труха. Вот. То есть вот мы его установили, и на самом деле наша просто задача, там, ну, я имею в виду, там, встать рядом со станком, и вот оно движение, как бы здесь, ну, на самом деле даже, ну, сноровка, это единственное, что это первые вот две минуты. Ну, в любом случае, первая заточка ножа будет, нужно снять страх, нужно запомнить мышечную, ну, так сказать, мышечную память привить, ну, и таким образом, устанавливая угол, вот таким образом можно заточить. Устройство довольно-таки простое в обращении, и для какого-то сегмента... Да, я просто сейчас сделал касание, я не буду затачивать нож, но вы поймете, что здесь вот для данного ножа, и к нам очень часто стали приходить вот именно с ножей из подфуганков, да, то есть электробанки, вот, и мы начали, она у нас просто вот, ну, полгода лежала без дела, а тут мы за последние две недели, да, за последние две недели мы на этом заработали, ну, то есть вот оно, идет подвод, и все достаточно мягко и быстро происходит. И самое главное, что мы можем именно начать и закончить одним и тем же, ну, то есть подача одного и того же угла. Ну, и быстро можно снять, проверить, да, 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 то есть мы снимаем с площадки, то есть вот я сейчас смотрю касание, я уже в нижней части пасочки, вот, соответственно, мой угол сейчас чуть острее, чем был на самом деле, вот, но рекомендуемый для них где-то 45-42 градуса, то есть, ну, в пределах от 35, даже, скажем, до 45, но вы это, опять же, можете, ну, как бы делать подводы, исходя из... Еще я вот такой забавный, интересный момент хотел бы поделиться с вами, рассказать, это именно забавность заключается в том, что заточка на данном станке ADEMS TESAR с помощью приспособлений для электро, так скажем, рубанков и фуганков, оно выявило новую целевую аудиторию, которую мы до этого не знали, и буквально недавно о ней узнали, это именно производители масок, производители масок, медицинских масок, которые делают это в большом количестве, у них есть оборудование автоматической резки ленты для производства масок, и у них подобные ножи, ну, немножко другие, но очень похожи на такие ножи, используются в производстве, они одеваются на барабан, барабан вращается, и при вращении он нарезает эту ленту и формирует, соответственно, геометрию будущей маски. Таким образом, сейчас в условиях вот этого бума, спроса, все остальное, вы можете также поискать таких производителей и к ним обратиться, и сказать, что вы можете с помощью станка ADEMS TESAR, с помощью своих знаний и умений, с помощью приспособления показывать и зарабатывать на данном виде услуг. Что мы еще не показали? Мы не показали еще заточку простых инструментов, таких как тяпка, плоская резка, вот, универсальные инструменты, которые, ну, достаточно просты в обслуживании, вот этот нож можно заточить, как обычные ножницы на станке ADEMS, допустим, PRO, либо на гриндере, здесь в зависимости от того, что у вас есть. Далее, можно заточить с помощью станка ADEMS PRO 2, можно заточить вот такие вот кусторезы, вот. Да, причем их легко затачивать, ну, с точки зрения, что они разбираются и устанавливаются, там просто единственное, нужно придерживать вот эту тяжесть самого полотна, ну, то есть, чтобы оно не давало нагрузки на... Также с помощью станка ADEMS TESAR можно затачивать и нехитрых приспособлений, столярные стамески, причем как прямые, косые, так и полукруглые. Очень схожи с заточкой электрорубанка, электрофуганка. Ну, и нераскрытые, непоказанные инструменты, это какие-то туристические охотничьи ножи, ножи, решетки и мясорубок, которые мы, ну, на нашем канале уже неоднократно показывали, если полистаете в нашей ленте видео, вы найдете видео, где мы затачиваем эти инструменты. Сегодня мы не коснулись почти, значит, одного, одного заточного устройства. Сейчас мы вам вкратце быстренько покажем, что оно из себя представляет. Значит, вот простая, очень простая конструкция. Ничего мы здесь не изобретали, мы выбирали очень много из различных моделей. Мы сделали очень простую, недорогую конструкцию, при которой в условиях вашей мастерской вы можете оказывать заточку уже более дорогих ножей, с более какой-то заточкой, более технологичной. Таким образом, используя брендированные и нашего производства, с помощью наших технологий мы производим камни с нашим брендом, с различной зернистостью. Таким образом, черновую, опять же, мы говорим о скорости, о скорости заточки. Использовав в совокупности станок ADEMS TESAR и устройство ADEMS TANTA, вы можете добиться быстрой заточки дорогих коллекционных охотничек-туристических ножей. Не всегда ручное устройство нужно, но в каких-то моментах доводка режущей кромки требует щепетильности, какой-то требовательности, может быть, от клиентов или еще от кого-то. Таким образом, мы вам сегодня уже не будем, наверное, показывать, ввиду отсутствия времени, но в ассортименте нашей компании есть, очень удобно. Используются абразивные камни, переворачивающийся держатель, который позволяет затачивать режущую кромку с двух сторон. Микродоводчик угла, парковочный узел, довольно-таки простая, надежная конструкция, как автомат калашников. Также это отличный выбор, отличный подарок для любого заточника. Причем комплектация данной заточной станции от 6,5 тысяч рублей до 13 и до 25. Все зависит от набора материалов. Но даже за 6,5 тысяч рублей, поверьте, этого достаточно, чтобы в домашних условиях порадовать семью острыми ножами. Итак, сегодня в обзоре мы вам показали садовый бытовой инструмент. Мы использовали набор станков. Это необязательный набор, который требуется в вашей мастерской. Мы показали, что достаточно обходиться, ну, так скажем, каким-то базовым набором. Для садового инструмента, в большей степени, наверное, для садового инструмента подходит у нас станок шлифовальный. Шлифовальный, да? Шлифовальный, да? Шлифовальный, да. Ленточефовальный, это ADEMS TESAR. ADEMS TESAR. Вот. Ну и далее, если вы специализируетесь по различным видам инструмента, то имея станки, набор станков, вы уже легко и быстро решите проблемы, которые вам закидывает клиент. Он бывает приходит с такими инструментами. Ну, стандартными. Стандартными, с которыми вы ходите, еще думаете, куда это приладить, как всегда. Но имея набор инструментов, это гораздо легче и быстрее сделать. И, соответственно, вы как мастер, как квалифицированный мастер показываете свой уровень. Вы приучаете людей к культуре заточки. То, что не нужно дома что-то изобретать, все-таки как шиномонтаж, замену масла, двигатели, ремонт и все остальное. Все-таки, если у вас нет времени, нет желания или не обладаете знаниями, то лучше это отдавать на откуп мастерам, заточникам и, соответственно, получать за это хороший результат. Итак, на этом мы заканчиваем. Заканчиваем. Значит, всем спасибо, кто пришел. Спасибо Владимиру. Было очень, надеюсь, познавательно. Мы вам помогли. Всем ответили на все ваши вопросы. Всего доброго и до новых встреч. Всем пока-пока. Спасибо.